Вязание Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стримителям о своей не абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня я хочу вам рассказать, как я делаю точечные оттяжки, грузики для вязальной машинки. Мы уже давно пользуемся скрепками и рыболовными грузами. И многие, по моему совету, закручивали место соединения изолентой. Но со временем она разматывается и получается вот такое безобразие. Конструкция удобная, но абсолютно неэстетичная, задевает за всю этой клейкой лентой, совсем неудобно. И на днях я приобрела термоусадочную трубку, вот такую тоненькую. Обычно они очень толстые, здесь мне удалось найти тонкую. Рассказываю, где. Автотовары, магазин электрика, отдел электрики и автотоваров. Вот там такие термоусадочные трубки в огромном ассортименте представлены. Вот такая вот, практически метровая, очень длинная, стоит 20 рублей. То есть вам вот такой трубки хватит на несколько визуальных машин. Для того, чтобы создать более эстетичный вариант оттяжки, нам потребуется грузик, который я приобретала в рыболовном магазине. Стоимость такого грузика 15-20 рублей. Скрепка, желательно треугольная, потому что круглые имеют достаточно широкое закругление и на машинке оно не будет смотреться таким уголком сидеть, будет мешать. Поэтому желательно поискать треугольные скрепки, копеечные. 20 рублей термоусадочная трубка и плоскогубцы и чуть-чуть усилия. Что мы делаем? Берем скрепку, разгибаем ее. Причем желательно разогнуть ее в прямую линию. Учтите, что скрепка это закаленный металл, поэтому много раз сгибать и разгибать ее в одном месте не рекомендуется. Узкий край у нас пойдет как крюк, который мы будем навешивать на машинку. Широкий как раз тот, который и будет у нас закрываться. Один раз мы его можем согнуть. Надеваем на него рыболовный груз и надеваем на него же термоусадочную трубку. Трубку большую не надо, вот буквально чуть-чуть, чтобы только место соединения убрать. Термоусадочная трубка. Главное, чтобы ее, видите, не хватает, даже такого не надо. Вот, совсем немного. Трубка. Совсем маленький кусочек. Грузик. Закрепляем скрепку. Натягиваем термоусадочную трубку на соединение. Самое главное закрыть вот это вот грубое место, где у нас расходится скрепка, чтобы она крючком не цеплялась за вязание. Закроем. Вообще ничего никогда не будет видно, не будет торчать. У нас дома никто не курит, поэтому зажигалки не нашлось. Будем пользоваться обычными спичками. И термоусадочная трубка. Она тем и хороша, что она достаточно быстро садится и принимает форму и размер того материала, на который ее посадили. Я, конечно, торопилась и слишком быстро поднесла спичку. Лучше зажигалкой и повыше. Видите, она уселась на скрепку. Теперь вы эту трубку не сдвинете никакими силами. Идеально ровно, идеально гладко. Конечно, вот с таким безобразием не сравнить. Все, вот это уже вечная конструкция. Никогда грузик не свалится со скрепки. Будет смотреть очень красиво и даже в чем-то фирменном. То есть пойдите купите такие оттяжки. Это оттяжки для одной фонтуры. Вот такие вот длинные. Посмотрите, обратите внимание, длинные скрепки, когда у нас вот такие вот они, они отлично оттягивают полотно двухфонтурное. То есть между игольницами, если на крайнюю иглу между игольницами продеваете, у вас хватает длины скрепки, и она будет оттягивать вам полотно. Очень удобно. Если вам это видео было полезно, если вам такая конструкция нравится, нажимайте «Нравится», делитесь с друзьями. Пусть все знают, как создавать точечные оттяжки из подручных материалов. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Не забывайте про наши еженедельные посиделки по вторникам-четвергам. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля.